В отдельных районах области приступили к уборке зерновых культур. Глава региона Ираутукжанов ознакомился с ходом работ в Храмтауском районе. Также Акимобласть осмотрела объекты малого бизнеса, открытые в селе Дон, в рамках проекта Аула Моната. Общая площадь посева в Храмтауском районе в этом году превысила 111 900 гектаров. Аким района рассказала ситуации в планах на урожай. Из общей площади посева в более 50 тысяч гектаров засеяно зерновыми культурами. По предварительным прогнозам, средняя урожайность составит 17 центнеров с гектара. Агрария района на Сыче-Сакимом области сообщили, что планируют завершить уборку зерновых в сентябре. Всего по области в текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 733 500 гектаров. Более 436 тысяч гектаров засеяно зерновыми культурами. На проведение уборочной кампании выделено 14 тысяч тонн удешевленного водительного топлива. Проблем с поставками в районной горючего нет. К приему и хранению зерна готовы объекты общей вместимостью более 780 тысяч тонн. На своем контроле подготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Глава региона ознакомился с ходом сенокоса в крестьянском хозяйстве «Жен-Тизер». Всего в Хронтовском районе планируется заготовить 189 400 тонн сена. На сегодня план выполнен почти на 73%, а завершить сенокос планируется до конца текущего месяца. Поручаю управлению сельского хозяйства обеспечить достаточный запас сена в Байганинском и Жалкарском районах. В этих районах в этом году выросло мало пастбищной травы. В селе Дон глава региона осмотрел объекты малого предпринимательства, открытые местными жителями, благодаря проекту по повышению благосостояния сельского населения. Аул Аманаты, начинающий предприниматель Айнур Жилдебаева, получила займ на сумму 6,5 миллионов тенге и открыла пекарню. Здесь, в частности, пекут торты нескольких видов, поступают заказы. Торты покупают для проведения различных тоев и для садака. Акимобласти поблагодарил участницу проекта за активную жизненную позицию и пожелал больших успехов в начинаниях. Владимир Федотов, Руслан Ильтаев, телеканал АкТУБ.